Приветствую, друзья! Джо Байден подписал закон о выделении Украине помощи на 61 миллиард долларов. Вот что это значит для мира, для России и лично для вас? Законопроект о помощи Украине обсуждался несколько месяцев. Он то откладывался, то менялся, то был частью более широкого плана военной помощи разным странам, то выделялся в отдельный документ. В общем, проволочки с принятием закона о выделении денег Украине были связаны исключительно с надрополитическими проблемами Америки. Осенью в США выборы президента и республиканцы с демократами используют каждую возможность для борьбы друг с другом, в том числе и закон о помощи Украине. Но на самом деле поставки оружия Украине до конца не прекращались даже в то время, когда предыдущий пакет помощи закончился, а новый в 61 миллиард еще не был принят. Так, например, мы только что узнали, что пока Конгресс спорил про новый законопроект, Байден своим решением одобрил поставку в Украину ракет дальностью до 300 километров, что стало новостью и для СМИ, и для российского командования. В чем же заключается новый пакет помощи Украине на 61 миллиард и почему он важен? Вообще, новый пакет не совсем новый. Пока тут нет никакого прорыва ни по объему поставок, ни по номенклатуре вооружения. Судя по первым траншам, если не произойдет чудо, то поставлять будут примерно то же самое, что и раньше, и примерно в том же количестве. Эти поставки не смогут помочь Украине кардинально изменить ситуацию на фронте, их недостаточно для получения преимущества. Тем более кардинального преимущества, необходимого для контрнаступления или прорыва. 61 миллиард помощи поможет Украине продолжить сдерживать путинское наступление, продолжить вести позиционную оборону текущей линии фронта. И вот это самый важный момент. Принятый пакет помощи гарантирует поставки оружия Украину как минимум на 5 кварталов. Закон о 61 миллиарде означает, что как минимум до середины 25-го года Украине будет достаточно оружия и боеприпасов для сдерживания российских войск. И гарантированная длительность этих поставок сегодня важнее всего. Какую ситуацию это ставит воюющая сторона? Украина. Тут я сразу хочу попросить прощения у украинской стороны. Я буду говорить не очень приятные, но правдивые вещи. Я сочувствую Украине, считаю ее жертвой агрессии, безусловно, признаю ее территориальную целостность и суверенитет, но мне кажется, что трезвые оценки важны, даже если они не очень нравятся. Итак, у Украины есть стратегические цели. Вернуть все свои территории, закончить войну, получить компенсацию или помощь на восстановление страны и гарантировать свою безопасность. При этом у Украины есть следующие ресурсы. Примерный паритет с Россией по численности воюющей группировки. Военная помощь США и Европы. Достаточная для сдерживания Путина на какое-то время. Усиливающаяся мобилизация и мобилизационный ресурс в миллион-полтора миллиона человек. Как нетрудно заметить, Украина сейчас располагает ресурсами, недостаточными для достижения своих целей. Более того, часть целей, например, глобальные гарантии безопасности и территориальной целостности принципиально достижимы только после ухода Путина и появления демократического правительства. То есть у Украины есть ресурсы для ведения изматывающей позиционной войны на полтора-два года. Но пока не просматривается возможностей для серьезного наступления, возврата территории или получения гарантии безопасности. Конечно, с каждым днем войны вероятность того, что Путин, например, умрет от старости или от болезни или от табакерки, она увеличивается. И тогда положение Украины кардинально меняется. Ну, во-первых, на горизонте год-два – это все еще небольшая вероятность. Во-вторых, с каждым днем войны гибнут люди и разрушается украинская экономика и инфраструктура. И если на восстановление экономики и инфраструктуры деньги потом найдутся, то вот гибель людей – это необратимо. Теперь, в какой ситуации находится Путин? Последние месяцы его армия очень медленно и с очень большими потерями, но успешно наступает. Успешно – это не стратегический и даже не оперативный, а тактический успех. Положили несколько тысяч российских солдат, взяли среднего размера деревню. Ну, как взяли – разрушили дотла и зашли. Эта ситуация преподносится в российской пропаганде как успешное наступление. Но в реальности подходит под определение первого победа, то есть локальный успех с чудовищными потерями и затратами. Основу российской тактики составляет повсеместное использование тяжелых авиационных бомб от 500 килограммов до полутора тонн. Это старые советские бомбы, которым приделана система планирования и наведения. Наступление российских войск происходит следующим образом. Сначала с самолетов на позиции украинских войск сбрасываются тяжелые авиабомбы. За счет системы планирования и наведения сброс осуществляется с контролируемой российскими войсками территории, то есть самолеты находятся практически вне зоны действия украинской ПВО. Затем позиции украинских войск обрабатываются артиллерийским огнем, пользуясь своим пяти, а то и десятикратным превосходством в количестве снарядов, и уже потом идет пехота. Причем из-за нехватки бронетехники пехоту зачастую везут на штурмы по-дедовски на броне танков, а то и на вездеходах или мотоциклах. Отсюда и чудовищные потери. Такая тактика приводит к очень большому количеству жертв и у атакующей, и у защищающейся страны. По оценкам журналистов, российские потери составляют около полутора тысяч погибших в неделю. Это порядка 80 тысяч погибших в год при текущей ситуации. А у Украины теперь есть гарантированный ресурс оружия на полтора года. А еще, как мы знаем, на одного погибшего в бою приходится несколько раненых. То есть при нынешнем характере боев, а пока непонятно, с чего бы ему меняться, практически каждый второй российский солдат за полтора года либо погибнет, либо получит ранение. За год-полтора боев нынешней интенсивности во многом исчерпается запас тяжелых авиабомб. Мы помним, что это еще с советского периода запасы, а не конечные. И новые бомбы в таком количестве не производятся. И закупать их в Северной Корее или Иране, как снаряды или шахеды, не получится. А еще с боями очень активно выбывают и будут выбывать боевые самолеты. Часть из них все-таки сбивается, часть неминуемо терпит аварии, а часть просто вырабатывает ресурс. Боевые машины на поле боя имеют очень ограниченный ресурс. А потом компремонт или списание. Другими словами, даже тот скромный и обеспеченный высокими потерями наступательный успех Путин не может поддерживать долго. Не хватает ресурсов. А еще есть проблемы с экономикой. Выглядит она неплохо, но это по двум причинам. Во-первых, технологические санкции начинают работать весьма постепенно, их эффект еще полностью не сказался. А во-вторых, экономика сейчас просто залита государственными деньгами, что обеспечивает видимость хорошего состояния. Шальные государственные деньги – это ресурс, взятый в долг у завтрашнего дня. И этот день наступает. Долг надо отдавать, причем с процентами. И каков на самом деле запас прочности в российской экономике? И хватит ли его еще на год до войны? Никому неизвестно. То есть понятно, что до голода в любом случае не дойдет. Но вот ощущение экономики всерьез воюющей страны, оно может появиться. Причем понятное дело, что экономические проблемы появятся не у путинских дружков, а у самых бедных славев населения. Сделает ли это для Путина продолжение войны невозможным? Нет, не сделает. Россия слишком превосходит Украину по размерам экономики, промышленному потенциалу и, главное, по мобилизационному ресурсу. Благодаря этому путинские стратегические цели, например, захват Киева или Левобережной Украины, в теории осуществимы. Даже несмотря на нынешнюю помощь США и Европы. Путин теоретически может позиционными боями и постоянными наступлениями доломать украинскую оборону. Но это будет стоить России масштабной мобилизации, будет стоить еще миллион погибших военнослужащих и будет стоить почти полного разрушения гражданской экономики. При этом Путину это будет стоить весьма существенного риска. Что экономику не выдержат, что элиты взбунтуются, что сотни тысяч гробов и мобилизация настроят людей против него. Ну а главное, в качестве призыва он получит разрушенные города и множество пенсионеров, которым надо платить пенсии, для которых надо строить дома и больницы. Я начинал этот ролик с новости, что Байден подписал закон о выделении Украине военной помощи на 61 миллиард долларов. Это не такие большие деньги и не такая большая помощь. Тот же Путин тратит на войну в год 100-120 миллиардов. При этом то оружие, которое он использует, российское, иранское или северокорейское, и которое покупается на эти деньги, дешевле западных аналогов. Поэтому путинские 100-120 миллиардов долларов по количеству, не по качеству, конечно, закупаемого оружия соответствует западным 200-240 миллиардам. То есть американская поддержка не так велика в абсолютных величинах, но она сильно меняет ситуацию на фронте. У Украины получается рычаг воздействия на ход войны. С такой поддержкой Украина гарантированно может сопротивляться текущему уровню агрессии, продолжая наносить серьезный урон Путину в течение ближайших полутора-двух лет. У Путина появляется не очень хороший для него выбор. Либо надо идти на переговоры, поскольку он иначе получает два года войны без особых успехов, но с большими потерями и с невосполнимым износом военного и экономического ресурса. Либо ему надо проводить масштабную мобилизацию людей и экономики и заваливать фронт телами граждан, причем уже не из числа жителей бедных деревень, а ребятами из городов европейской части России. А это возможно, конечно, но не очень предсказуемо по политическому результату. Каждая война заканчивается переговорами, даже если это переговоры о полной капитуляции. С выделением американского гарантированного пакета помощи на 61 миллиард у Украины появляется хороший момент для начала переговоров с позицией силы. Я не вправе давать украинцам советы, как воспользоваться этим моментом, но я могу обращаться к российскому обществу. При тех ресурсах, которые появились у сторон на настоящий момент, альтернативой переговорам будет масштабная мобилизация граждан России, а также безвозвратный перевод российской экономики на военные рельсы. Все это неминуемо коснется каждого россиянина и неминуемо сделает его жизнь хуже или сильно короче. И совершенно не важно, как вы относитесь к Путину, оппозиции, демократии, Украине и тому подобное. Если вы россиянин, то в ваших личных интересах будет прекращение войны до того момента, как она превращается в тотальную. Потому что мы подошли к ситуации, когда с одной стороны выбор стал совсем черно-белым, а с другой момент для начала переговоров самый подходящий. Подходящий в том смысле, что появился триггер для переговоров. Почему я обращаюсь к россиянам? Потому что при всех дитаторских замашках Путин очень четко мониторит настроение наших граждан, особенно по отношению к войне. Потому что для него это вопрос самосохранения. И если он поймет, что страна не хочет воевать на уничтожение, на уничтожение себя и своего будущего, он запросит переговоры. Он сам на самом деле совсем не уверен в возможности выиграть. Счастливо вам! Остановить войну – это наша главная задача. И это в личных интересах каждого из нас.